Доброе утречко всем! Воскресенье! Раннее-раннее утро! Освещение искусственное, поэтому я такая желтенькая побуду чуть-чуть. Чихуашка, привет! Моя чихуашка спит еще. Вчера так и не удалось с вами пообщаться, потому что была очередной раз у зубного врача, и меня там окончательно замучили. Вроде бы вся эта эпопея закончилась. Очень такая трагикомичная. Иногда думаю, сама зачем я туда хожу. Хуже еще только себе делаю. Теперь опять все где-то тут болит. Ну, ладно. Будем считать, что это правильное решение. Встала очень рано. Всю ночь меня муха будила. У нее там что-то расстроился желудочек. И вот мы каждые два часа с ней она делала делишки, а я за ней убирала делишки. Вот такое у меня сегодня было беспокойное. Ночная вахта была. Теперь надо уже попить на ночь и вставать сейчас на часах. Вот столько. Сейчас я вам покажу часы. Вот столько. Раннее-раннее утро, но уже как бы уже и не спится, сколько ж можно. Пойдемте займемся чаепитием утренним. То все время вечернее дневное, а то утреннее. Вот у меня тут основная чайная моя полочка. не вся, конечно, но в основном стоит все здесь. Давайте что-нибудь такое вот с утреца пораньше, с лимоном, цитроном. Давайте вот такое возьмем. Заварим. У меня уже тут хорошенькая чашечка. И будем болтать дальше. За чаем. Вот такое. Там внутри есть сеточка. Очень удобно. Сразу можно положить. Вот так вот сейчас. Водичку забыла поставить. Ну, молодец. Вот так все уютненько. Конфетки, чаек. Везде свечечки. Маленькие лампы горят. Очень-очень уютно. Поэтому, несмотря на то, что еще раннее утро, там где-то дожди капают за окном. И еще так темно. Но все равно настроение уже хорошее. Вот. Будем пить чай. Расскажу вам о своем забавном визите к врачу. И чем все это закончилось. Потому что, как видите, здесь на столике кое-что стоит. Интересное. Вот сейчас будет рассказ. Душесчипательный. Просто душераздирающий. Пошла к врачу. Надо было всего-то навсего залечить так, как бы такси, чтобы меня хоть как-то было видно. Всего-навсего залечить там пару маленьких дырочек. Поэтому я попросила сделать это сразу, но чтобы уже не идти еще один раз. И ничего не предвещало того результата. Так, сейчас. Секундочку. Я тут устраюсь поудобнее. Муха рядышком. Вот она, как всегда, валяется на подушечке. Вот. Ну, там по ходу дела мне всегда все замораживает. Я прошу, чтобы это самое не чувствовать никакой боли. Хотя уже даже, чтобы заморозить пришлось меня там каким-то ледокаином намазать, набрызгать. Потому что, когда... Ой, желтенькая стала. Когда зубы спереди, они очень больны даже для укола. А пока все там было такое замерзшее, я-то и не почувствовала, в какой момент там, наверное, врач попал в бурмашину и мне в Десну. Ну, в общем, короче, там пошла кровь, и она никак не могла ее остановить. И вот, представляете, я сама такая нервная, можно сказать, истеричная даже, когда у зубных врачей. Сижу с открытым ртом, сказать ничего не могу. А тут это самое... Врач бегает вокруг и с криками «Я не могу остановить кровь! Я так нервничаю! Мне так... В общем, не по себе, а мне по себе после таких разговоров. В общем, не знаю уже, что она там смогла, не смогла сделать. Никаких средств нету, я так понимаю, таких толковых, чем можно эту кровь остановить. Ну, хоть бы держали бы перекись водорода на всякий случай. Вот, или еще что-нибудь. Ну, не знаю. В общем, короче говоря, намучились мы все там. Вот, и когда все это закончилось, я уже думаю, Боже мой, как хорошо! Теперь, ну, хотя бы полгода ближайшие не надо будет ходить. Ну, вот. Какие у нас цены? Чтобы было понятно. Ну, я не знаю, более сложные какие-то, да, процедуры, там, может быть, с удалением нерва, корня, там, или что-то такое. Я просто залечивала небольшую дырочку с уколом, и, естественно, сейчас все стоят эти гелиевые пломбы. И вот все это обходится в одной из самых недорогих таких клиник 40 евро. Есть те, где все это стоит гораздо дороже. Почему хожу туда? Потому что привыкла к этому врачу. Как правило, она очень спокойная, нормальная, достаточно опытная. Уже много-много лет хожу, и все, что она мне ставила, там даже какие-то такие проблематичные, разные, ну, сложные, когда восстанавливала, там, часть зуба или что-то, всегда, в общем, все было у меня нормально после нее. Ну, вот так. Сегодня мы, то есть вчера мы были очень нервные с ней обе. Поэтому пока не меняю на другого, это всегда сложно поменять. Надо, чтобы человек как-то с тобой был на одинаковых вибрациях. Ну, и, как всегда, потом, естественно, вышла от врача, уже все просто очень на нервах. Иду прямо, конечности все трясутся. В общем, несчастная, как всегда. После врачей, кстати, до сих пор еще где-то что-то подбаливает. Думаю, надо мне что-то себе подарить. Вот. Хороший способ заставить себя пойти и сделать то, что ты не хочешь. Если ты после этого сам себе обещал, что ты себе что-то там, ну, то, что тебе нравится, красивенькое подаришь. Или если тебе нравится бижутерия, то какую-то купишь бижутерию дороже, чем ты обычно покупаешь. Или там, если духи, то духи. И вот вчера, как бы, чтобы себя немножко успокоить, а то мне мало. Нашла очень красивое, вот такое вот, смотрите, какая прелесть. Оно сделано очень-очень изящно. Оно такое темно-темно-синего цвета, цвета и на каких-то таких маленьких штырьках, хочется сказать. Так, ну, не на этой вещи не будет понятно. Это должно быть все-таки красивое декольте, но вот такая вот изящная вещица. Сейчас покажу поближе, будет видно. Она болтается, но, как бы, принцип ясен. Очень красивое, изящное колье. Вот решила, вот все, подарю себя, вознагражу за то, что я сходила таки к врачу. Вот. Теперь, конечно, очень довольна, все нормально. Так что, ну, вот так. О чем еще хочется рассказать. Был у меня второй опыт на сайте знакомств. Не знаю, надо ли снимать отдельное видео или так втихаря оставить в мои обычные болталки, потому что почему-то именно видео такого рода собирает наибольшее количество всяких тухлых помидоров, тапков и дизлайков. Поэтому, может быть, я его так встрою сюда. Просто рассказать-то хочется, но не буду делать отдельно, заявлять, что это отдельное видео. А, так, давайте я все-таки чаю попью немножко из этой красивой кружечки капельку. Вот. С добрым утром всех. кто в воскресенье не отсыпается, а идет на работу или просто рано встает. Значит, опыт номер два. Ну, продолжаю знакомство, продолжаю, и так как я сейчас изучаю вот эти все коды и вам рассказываю про них, судьбы, то было интересно встретиться с этим человеком, потому что у него уже там сорок седьмой код, то есть уже такая старая душа, если учитывать, что их там всего пятьдесят два, вот, это уже очень старая душа. Все время на экранчике смотрю, достаточно ли я причесана хорошо для того, чтобы вещать на эфир. Хотя бы даже поэтому было интересно встретиться с человеком. и вот действительно можно сказать старая душа. Человек, который пришел на свидание с женщиной, и все, о чем мы говорили, это был его какой-то опыт жизненный, но не касаемый отношений, а всего чего угодно. То есть мы переговорили, я заметила неосторожно в начале о вредных привычках, что он курит, и он мне просчитал целую лекцию о вреде неправильного табака, о том, какой должен быть правильный, как его там чуть ли не выращивать и заготавливать, какие сигареты врачи рекомендуют. Ну, в общем, потом мы перешли, по-моему, уже на алкоголь, и я выслушала еще одну лекцию по поводу правильной водки и неправильной водки. Сколько надо пить, что говорят врачи, какие дозы, и так далее. И вот весь наш часовой, по-моему, разговор, мы как-то встретились так в кафе, а мне после этого надо было на день рождения идти к подруге. И весь этот час я примерно слушала всякие интересные тематические лекции. Я, конечно, не против, в общем, совершенно мне все это было достаточно интересно послушать. Но это было так странно, мы же не для этого собрались, мы собрались хотя бы поговорить о том, что каждый хочет, что ищет. Ну, может быть, какой у него есть опыт уже в этом. Только в самом конце, когда я уже понимала, что уже пора тут мне скоро уходить, я попыталась как-то немножко порасспрашивать, что он, собственно, хочет, что он ищет. Он вообще ни о чем таком меня не спрашивал, то есть ему, очевидно, было все равно. сказал, что вот он уже встречался, там где-то год повстречался с одной женщиной, там где-то потом что-то не сложилось, она вроде как захотела замуж, он вроде как не готов в 60-то лет. Я прекрасно понимаю, человек настолько привык, наверное, настолько ему комфортно быть одному, что, в общем-то, ему, конечно, эта жена там не нужна или подруга, которая рядом с ним живет. Встречаться он хотел бы, естественно, потому что, ну, это понятно. Не совсем еще такой отшельник. Ну, вот уже строить ничего, как я понимаю, даже не то, что не хочет, но вот эта догматичность, что ну надо же хотя бы год повстречаться, прежде чем понять, подходит тебе человек или нет. Боже мой, год! Ну, это говорит только об одном, что, как правило, я заметила, что вот женщины, ну, по своим знакомым, подругам, они могут согласиться на отношения, в общем-то, ну, не сказать, что с мужчиной, в которого она не влюбилась, с которой просто понравился, вот она видит, что человек хороший, что он готов, там, скажем, помогать ей, там, может быть, детям, ее общим и так далее. То есть, женщина как-то всегда оценивает мужчину именно с точки зрения, ну, как у нее заложено было в голове, наверное, в прошедшие века, мужчина, который все-таки, ну, и защитник, и кормилец, и какие там еще могли бы типить, начиная со средних веков, чтобы и мамонта убил, и там детей защитил. Вот где-то вот по этим показаниям, даже если она не влюбилась, он ей понравился, то есть она может спокойно вот, как бы, жить с этим человеком, создавать семью, а мужчина нет, мужчине надо влюбиться. Причем, наверное, очень сильно вот так до состояния крыши съезжания, оглупления, как и есть же этот самый такой комичный, что любовь это чувство оглупления как бы двух людей, чтобы вот свести абсолютно не похоже, чтобы они потом там медленно раскаивались. Ну, такая саркастическое высказывание о любви, скажем так. Потому что, если он не влюбится, вот он будет так, встречаться год, встречаться два, думать, что там думать. Если ты влюбился в женщину, ты хочешь, чтобы она тут же была рядом с тобой, ты не будешь там размышлять на тему, а подойдет она там мне через там год или не подойдет, а как мы с ней будем. Все это, все эти мысли говорят только о том, что любви у него как бы не было к этим женщинам. поэтому, что можно сказать такой старой душе? Ну, только вот пожелать влюбиться, что я и сделала. Я ему пожелала влюбиться, потому что заведомо пытаться строить отношения с человеком, который в таком холодном рассудке тебя оценивает, все твои поступки. Конечно, когда рассудок холодный, ты будешь оценивать человека совершенно по-другому, ты будешь видеть все его недостатки, и они тебя будут скорее всего даже раздражать. Ну, вот так вот. Вот такой у меня был странный второй опыт. Ну, не странно, мне было интересно пообщаться с человеком такого кода, посмотреть, действительно ли это что-то такое, чего я в своей жизни не видела раньше. Я теперь всех пытаюсь спрашивать даты рождения и смотрю, что и как. Ну, интересно, на самом деле интересно, если принимать эту систему за рабочую, а принять ее за рабочую можно будет только тогда, когда будет накоплен большой опыт и сравнивание, и смотреть, как действительно получается у человека в жизни, что есть, он идет по коду или не идет. Вот такой у меня сейчас эксперимент. Ну, в плане знакомства с какими-то последствиями он не получился, потому что мне тоже такой человек как бы для отношений не интересен. Ну, было, на самом деле, стоило, наверное, встретиться, чтобы вот знать, что мне надо исключать из общения. Ну, вот как-то так. пока больше рассказывать не о чем. Что могла рассказала, показала. У меня на столе там еще стоят четыре новых аромата, четыре парфюма, о которых хочу вам снять, отдельно рассказать. Вот так вот потихонечку как бы и наполняю свой канал с всякой информацией. Нужной, не нужной вам, не знаю, но во всяком случае формат такого дружеского общения за чаем у нас, по-моему, сегодня получился. Всего хорошего! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok